Здравствуйте, дорогие дамы и господа! С вами, как всегда, я, Дядюшка Борода. И представьте просто сами себе на момент, что у нас нет пошлин. Нам для того, чтобы в Россию привезти какую-то крутую тачку, например, из Японии, мне надо платить кучу бабок. И ты, например, можешь реально себе ее привезти. Сегодня мы с вами не будем обсуждать проблемы стучащих субарей. Сегодня мы с вами не будем обсуждать какие-то левые, кривые вещи. И вообще не будем обсуждать никак марку. Сегодня мы с вами просто посмотрим на те автомобили, которые могут к нам прийти с Японии. Стервятники. Сразу же субарик пришел новый. Субаристы пошли. Они от нее больше, чем на 15 метров вообще не отходят. В общем, смотрите, ребят, понятное дело, тачку мы только что сняли с автовоза. То есть она вся в пыли. Ехала, в принципе, сюда, с города Владивостока, несколько дней. Она, то, что это распил, я думаю, вам даже доказывать не надо. Пилена она ровно по задницу. То есть вот у нас все, в принципе, держится на скрепках. Ну или как там скобы называют. Также вот здесь вот. Ну то есть всем понятно, что такое распил, для чего это делается. Для того, чтобы ввести сюда тачку под запчасти. Сразу хочу уговориться. Если вы берете тачку, тем людям на заметку, кто берет пилу, не пилу, в принципе, тачку с Японии, вам может попасться машинка с северной части Японии. А, как вы знаете, японцы вообще, в принципе, любят как таковые химикаты. И, собственно говоря, население бобров там, оно в огромных пропорциях просто переселяется в машине. В общем, мы один раз видели Геттер, который прибыл в северной части Японии. И надо сказать, что не сгнил там только значок ГТР, потому что он пластиковый. Ну, пойдемте в салон. Значит, сразу же открываю дверку. Здесь вот, вот смотри, тачка пришла, тачка пришла. Я даже думаю, что вот эта грязь, она, в принципе, не японская. Это вот те люди, которые там перекатывали машину, завозили ее сюда. Посмотрите на дверные обшивки. Это, кстати, тоже, скорее всего, вот недавно поставлено. Да, это масло, вообще какое-то масло. Смотрите, все работает. Здесь все чистенько. Но самое главное, это состояние сидений. Вот посмотри. Давай, 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 поближе. Посмотри. Сейчас я руки... Просто заглянись сюда, посмотрите. Вы видели хоть раз такое сидение после тачка с пробегом 100 262 километра? Никаких прокуров. Велюр ровный. Кожа вот здесь не изношена. У меня такое ощущение, как будто я эти машины в презервативах пользуюсь. То есть, никак иначе. А, да. Если кто уже заметил, у нас тачка-то сейчас работает. То есть, мы ее только что загрузили, загрузили, подцепили провода, завели, оно завелось. А что бы не проехаться? Прыгать. Сразу попадаешь в салон, думаешь, какого, мать его, фига вообще здесь происходит? Потому что ты как будто сидишь в новой тачке. Реально в новой тачке. Вот только вот этот вот пластик и пороги, которые тебе здесь немножко напоминают о том, что... И сразу же... Аааа, посмотри, люк. Твою мать, понимаешь, все работает. Просто так офигенно. Мавчик. Мавчик какой-то под японческий, не японческий. Тут диски маленькие. Слушай, ну, крутая штука, на самом деле. Я вообще такую поставил. Сони. Я такой ни разу не видел, если честно. Климат. Так, тут у нас... Тут у нас даже пультик. Вообще все шикарно. То есть, все бардачочки не затертые, пластик не замызганный. Но нас больше всего удивило то, что... Есть еще жидкость, и, значит, дворнички-то работают. Только проблема одна, надо люк действительно закрывать. Когда-то дворничками-то пользуешься. Ну, блин, круто, круто. Так. Единственная проблема. Когда тачку пилят по задницу, может отсутствовать полностью тормоза. Ну, вот я нажимаю, они вроде бы есть. Причем это СТБшный турбовый форик на мехе. Ручника нет, потому что троса отрезаны. Прикинь. Че, пацаны, поехали на распилище. Номера повесим, короче, поедем кутить на нем. А че? Ну, повесим от форика номера какого-нибудь. Форик и форик, какая разница? Подумаешь, на болтах собран. С каждым может случиться. Посмотри, вот кто бы что ни говорил, но я серьезно думаю, что просто японцы тачку пользовали в презервативе. Потому что ты садишься в нее, она новая. Это прям ролик, это ответ для всех тех, которые покупают контрактные запчасти. А может купить новый русский Китай на японскую машину? Или новый какой-нибудь Китай, который у нас производит 8 тысяч китайцев в подвале, перешивая. То есть, они, знаете, они шьют одновременно и штаны как бы, и могут ветровички вам сделать на машину. Не, понятное дело, на буст мы выходить не будем, потому что мотор в этой тачке уже куплен. Кузов в этой тачке уже куплен. То есть, она вообще, по сути, привезена уже под покупателя, под человека. Так, у нас тут может возникнуть проблема, но мы не будем, да, не будем эту проблему. Не надо. Сегодня нам не нужны проблемы, потому что... Потому что, что говорите, ну, без номеров у нас как бы машина нецелостная. Так что, извините. Но смотрите, это реальный ответ для всех тех людей, которые думают, что круче купить, короче, какой-нибудь китайскую хрень, не оригинал или что-то еще. Посмотрите, тачка пришла с пробегом в 100 тысяч. 100 тысяч 260... А, 262 километра. Она находится в состоянии, в котором у нас некоторые машины с салона не выезжают. Ну, если не считать скрепки на кузове. Эй! Я сейчас номера на него поящую еду просто. Вон с того черного... Вон с того черного номера скручивай и фардай. Кидай сюда, короче, все, давай. По ключам. Все. Ты понимаешь, я когда поехал, на нем реально тормоза работает. На нем все работает. Он просто ездит. Я теперь начинаю понимать схему, когда тачку привезли распилом, сварили ее, покрасили с баллона, повесили номера, поехали кататься. Схема-то рабочая. Это прям, знаешь, короче, нужно сделать новый цикл передач. Ауто-подборчик на ауто-разборке. Конечно, мы не будем здесь применять всякие ломики, шаломики, всякие штуки там для ауто-подбора. Здесь и так видно, что детали не крашеные. Но тем не менее. Серьезно. Вот. Просто ты... О, тормозит, тормозит. Начинаешь смотреть вот этот весь пластик. Посмотрите руль. Просто посмотрите руль. Он не затертый. Кожа где перфорация. Вот 100 тысяч километров. Я покупал новую машину. Я покупал нового крузака с салона. Я видел, что все, что с ним происходит на протяжении 160 тысяч пробега. Я могу вам сказать только одно. Мы вообще не умеем с машинами обращаться. Мы вообще не понимаем ничего в них. Посмотрите, ни одного прокура. Японцы такой народ, они нереально много курят. Вот реально очень много людей знает, что они нереально много курят. Почему здесь вот это все чистое? Почему чистый потолок? Почему вот на этих козырьках нет вот таких три, блин, следа от жирных пальцев с мазутом? Посмотрите, все чистое. Люк, все работает, ничего не клинит. Да, у Subaru пластик там не самый дорогой. Но когда ты садишься вот в такого распильчика, практически новый, мать его, автомобиль. Только вот ручка КПП затерт. Вот, вот смотри. Вот немножечко она затерта и все. Вот и все. Ух ты, о, скрепки, скрепки зашуршали, поэтому это, нельзя на буст выходить. Как нам сказали, ну, хозяева разборки, на буст, пацаны, лучше на нем не выходить. Собственно говоря, это, кстати, не реклама никакая. Я просто, мне самому стало дико интересно, какие сейчас приходят распилы. Потому что я в этой каше очень, как бы, большое время, количество времени варюсь. Я видел, какие приходят марки. Я видел, как приходят гнилые марки. Я видел, как один раз пришел марк, из него достали просто, короче, большую рыбину, которая загнила в багажнике. В итоге салон выкинули. Огромное количество историй. Ну, я вам просто, мы сейчас, наверное, заедем, поставим тачку вот туда на палеты. Я вам просто предлагаю насладиться. Мы сейчас все вытащим, все из него так подостаем. Я вам просто предлагаю насладиться тем, какой может быть автомобиль на 100 тысячах пробега. И, я думаю, здесь уже не нужно говорить о том, что, почему дофига сибиряков, дофига, в принципе, людей с Владивостока, да, с Читы, предпочитает именно контрактные запчасти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже братишка 400 метров на нем наездил, а? Ауто подборщик, да, на ауто разборке. Уф, 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 уф... Уф, уф... Подожди, печечка, печечка. Вот все, понимаешь? Я даже думаю, что сейчас мы здесь поставим... Подожди... Кондей! Кондей даже работает! Просто прикольно! Вот просто... Сейчас мы похолоднее сделаем. Вот, люк, люк закроем, люк закроем. вот давай люк закроем кондейчик включили все люк закрыли кондейчик включили покатили красота сейчас знаешь что дело быстро схеме я уже братишкам в киргизию позвонил мы сейчас вот это оттираем вот это оттираем вот это тоже оттираем они мне братишки номера присылают доки чистые есть все братишка на форике это значит мы ролик назовем не там не борода автоподборщик на авторы сборки или там как прокатиться на распиле валит валит ли распил а мы назовем проще знаешь как как купить беспробежный форик практически беспробежный шикарно вообще ну что посмотрели убедились и честно говоря то есть вот таких тачек на которых реально можно когда на них смотришь смотришь и облизываешься да просто ты вот смотришь тачки можно блин ну вот серьезно состояние всех деталей действительно такое ощущение как будто в презервативе ездили и таких тачек приходит примерно 70 процентов от всего так что я думаю здесь нет скажем так можно не объяснять можно не объяснять почему gdm в сибири еще жив с вами был дядюшка борода авторазборка субаров ребят просто я прошу поддержать этих типчиков все ссылочки в описании это наши очень большие друзья и собственно говоря за предоставление всех субарей практически на нашем канале потому что вот он стоит вот это тот turbo семенин и собственно говоря этого форика ну и наверное сейчас сейчас самое самое казалось ты вот стоят разборщики они хотят на эту тачку просто накинуться вот там он сидят разборщики они хотят на эту тачку накинуться потому что кузов уже ждут на западе мотор уже ждут в красноярске обшивки багажника и сиденья уже ждут где-то тоже тут ладно не будем им мешать с вами был дядюшка борода авторазборка до скорой встречи